Научный сотрудник, историк-краевед русского дома Александр Богданов за вклад в сохранение истории и культурного наследия был отмечен наградой президента Российской Федерации, набору медалей, посвященных 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Но по словам самого Александра, это событие стало признанием той колоссальной работы, которая была проведена Дагуфовским центром русской культуры в преддверии столь значимой даты. Следует отметить, что история создания этого набора медалей берет свое начало в 19 веке. Вся эта коллекция, она на самом деле была сделана в 19 веке. Инициатор вот этой коллекции, которая имела художественную ценность, потому что работали лучшие мастера в медальерном искусстве, эти медали считаются эталоном вообще русского медальерного искусства. И вот эта коллекция из 20 медалей Федор Толстой, выпускались они с 1814 по 1836 год. Но сейчас оргкомитет 200-летия празднования 1812 года в России, они нашли матрицы, по которым печатались мастерами эти медали, и решили сделать юбилейный выпуск. Работа над реализацией проекта, посвященного войне с Наполеоном, в которой Динабурская крепость сыграла далеко не последнюю роль, началась в конце 2011 года. Ее результатом стало создание Александром Богдановым и его учениками виртуальной реконструкции крепости в формате 3D. А также выпуск книги «Динабур к войне 1812 года», в которой автор рассказывает об обороне недостроенной Динабурской крепости и других не менее интересных исторических фактах. Кроме этого, в Русском доме прошли ряд выставок, посвященные этой дате. И сегодня в Центре русской культуры представлена действующая экспозиция, посвященная событиям тех далеких дней, в создание которой участие также принял известный латвийский художник догупелчанин Петр Худобченок. Что входит в экспозицию? Вот это документ, который ему 100 лет, который был выпущен к юбилею 1912 года, 100-летнему юбилею, и выдавался лучшим ученикам училищ города Двинска. То есть это исторический документ, с него все-таки экспозиция началась. Кроме того, на стендах показана вся история нашей крепости от решения строить ее, потому что, собственно говоря, вот крепость наша, Динамурская, она построена к войне с Наполеоном. Потом она была разрушена, как я уже сказал, да, и уже по тому же, собственно, плану, воссозданного уже в своем каменном варианте уже на века и существует и поныне. Планируется ли расширить данную экспозицию? Ведь крепость стоит в себе еще столько много тайн. Мы здесь имеем ограниченные возможности расширения наших экспозиций. Потом у нас сейчас начинаются мероприятия, посвященные еще одной большой дате, это 100-летию Первой мировой войны. Поэтому будем усилия прилагать для создания новой экспозиции. Но я так думаю, что, в принципе, городу необходим очень большой музей истории крепости. Идея действительно превосходная. И хочется верить, что рано или поздно она будет поддержана и воплощена в жизнь.